Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 27 июля. И сегодня в Украине отмечают день медицинского работника. Их всегда, даже в мирное время, еще до начала активных боевых действий, медиков считали ангелами на земле. Почему? Потому что они часто стоят между смертью и человеком и помогают человеку побороть смерть, помогают человеку побороть болезнь. Военные медики это особые ангелы, которые вытягивают наших бойцов, наших раненых, практически иногда даже практически с того света. Поэтому пожелаем нашим ангелам в белых халатах, чтобы у них было все хорошо, чтобы они были целы, здоровы. И чтобы они всегда успевали и были вовремя в том месте, где надо спасать чью-то жизнь. Так что здоровья, удачи и будьте счастливы на этой земле. Ну а мы с вами начинаем. И прежде чем начать, я напомню, что юридическая компания «Консультант» ждет обращения военнослужащих и членов их семей для оказания помощи в решении проблемных вопросов, как в прохождении службы, так и в финансовых выплатах, причем и военнослужащим, и членам их семей. Реквизиты для обращения в эту компанию вы найдете в описании к этому видео. Первая консультация бесплатная. Дальше вы определяетесь сами. Ну а теперь оперативная обстановка. И начинаем мы с ночи. Ночь также прошла неспокойно, как и предыдущие. Но у нас спокойных ночей теперь практически не бывает. Враг атаковал нашу страну управляемой авиационной ракетой Х-59Х-69 из воздушного пространства временно оккупированной Запорожской области и четырьмя ударными беспилотниками типа «Шахет» с Приморско-Ахтарской Рашистской Федерации. Все цели были сбиты силами и средствами сил обороны Украины. Сбития происходили в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Киевской областях. Ну, надо отметить, что в Киевской области практически до 8 утра гоняли этот дрон. Он постоянно петлял, пытался уходить. Но, в принципе, был отловлен нашими силами противовоздушной обороны и уничтожен. Кроме того, за прошедшие сутки и за текущий день противовоздушной обороной нашей страны уничтожено еще 8 воздушных целей на южном и северо-восточном направлениях. Это 4 разведывательных беспилотника «Суперкам», 1 ударно-разведывательный беспилотник «Форпост» и 1 БПЛА устанавливается тип этого беспилотника и также барражирующие боеприпасы типа «Ланцет». В результате сбития этих дронов, особенно ночных сбитий, там, где были шахеды. Шахеды – это ударные дроны. На Полтавщине в результате атаки беспилотников есть повреждение промышленного объекта, возник пожар, его ликвидировали спасатели, там без пострадавших. А в Киевской области обломки вражеского БПЛА, который гоняли почти всю ночь, упали на территории одного из населенных пунктов. Тоже возник пожар травяного настила, который оперативно ликвидировали. Также оборвались электропровода и повреждены крыши двух частных домов и забор. Обломки фиксируются на приусадебных участках. Вот такой ущерб в Киевской и Полтавской области нанесла эта шахедная атака, которая происходила сегодня ночью. Ну а теперь опускаемся на землю и разберем оперативную обстановку на линии фронта. Несмотря на общую тенденцию снижения за прошедшие сутки боевой активности со стороны вражеских войск, результативность, к сожалению, вражеских войск остается довольно на высоком уровне. За прошедшие сутки зафиксировано 122 боевых столкновения. По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям наших подразделений и населенным пунктам в прилегающей глубине от линии фронта, а ракетный удар с применением одной ракеты 80 авиационных ударов, в том числе сбросил 117 корректируемых авиабомб. Кроме этого совершил 4636 обстрелов. Из них 71 обстрел осуществлялся из реактивных систем залпового огня. Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Практически вдоль всей линии фронта. По оперативным направлениям ситуация сложилась следующим образом. В Харьковское оперативное направление здесь противник 10 раз пытался атаковать наши позиции. В районах населенных пунктов Глубокое, Слобожанское и Волчанск. Наши войска не допустили потерь позиций. Все атаки противника были отбиты. И линия фронта на Харьковском оперативном направлении на обоих плацдармах осталась без изменения. Купенское направление. Тут количество вражеских атак в сутки составило 7. Силы обороны отражали штурмовые действия в районе Синьковки, Табаевки, Песчаново и Стельмаховки. То есть в принципе так же растянувшись практически на все оперативное направление враг пытался продавливать нашу оборону в поисках более слабых мест в наших позициях. Но здесь ему удача не улыбнулась. Враг, понеся потери, отошел на исходные рубежи. И линия фронта на Купенском направлении остается без изменений. Что не скажешь про Лиманское направление. Тут враг атаковал 12 раз наши позиции. И атаки тоже были растянуты практически по всей линии фронта оперативного направления. От Невского, Новосергеевки, Новоегоровки, Макеевки и в Серебрянском лесу. К сожалению, враг имел частичный успех в районе населенного пункта Дебровы. Наши войска стояли несколько позиций. И противник продвинулся на несколько сотен метров вперед. На остальных участках фронта Лиманского оперативного направления успеха противник не имел. И линия фронта осталась без изменений. Сейчас на Лиманском оперативном направлении наши войска предпринимают стабилизационные мероприятия для недопущения дальнейшего продвижения вражеских войск вглубь нашей обороны. Северское направление. Тут наши защитники отражали три штурмовых действия вражеских захватчиков. Это Верхнекаменское и в направлении Иванодарьевки. Враг все-таки решил пойти южнее Северска в попытке продавить нашу оборону. Ну скажем так, что все три штурма оказались неуспешными для врага. И никакого положительного результата вражеским войскам не принесли. Наоборот, понеся потери, противник отошел на исходные рубежи. На Северском направлении наши войска сохранили линию фронта и не допустили потерь позиций с нашей стороны. Краматорское направление. Тут упала боевая активность вражеская почти в пять раз. Ну, кстати, как мы и говорили, обычно она к концу недели снижается. И потом им необходима перегруппировка для того, чтобы пополнить личный состав, который подтянуть из второго эшелона, который потом с новой неделей пойдет в новые атаки. И опять будет гибнуть, не добежав до наших позиций. Пять атак отражали наши войска на Краматорском направлении, в районах Григорьевки и Часового Яра. Так враг и продолжает в районе Часового Яра идти в лобовые атаки. Ну, в принципе, все безуспешно. И это уже повторяется не первую неделю. По разным оценкам западных изданий, уже даже насколько Запад всегда лояльно и либерально относится к таким данным, как цифры потерь, даже в западных изданиях уже появилась цифра, что только в районе Часового Яра рашистское командование положило 10 тысяч рашистских военных. Ну, видимо, не такие ценные военные для Рашистской Федерации, поэтому их продолжают гнать в эти бессмысленные атаки, где они гибнут десятками и сотнями. Даже, видите, цифра уже круглая. Десятки тысяч, можно так даже выразиться сегодня. Далее у нас идет Торецкое оперативное направление. Здесь активность продолжает оставаться довольно высокой. 19 атак было предпринято рашистскими войсками на Торецком оперативном направлении. Это в районе Северного, Железного, Нью-Йорка и Торецка. Но здесь надо отметить, что в направлении Пантелеймоновки нашим войскам удалось стабилизировать линию фронта в том плане, что остановили продвижение противника и сейчас принимают меры для усиления нашей обороны. Кстати, надо отметить, что в Нью-Йорке и в Железном населенных пунктах движение вглубь нашей обороны, то есть вытягивание вот этой кишки в пленении, оно остановлено и уже несколько суток подряд там враг не может продвинуться вперед. Хотя атакующие действия со стороны рашистских войск продолжаются. Но южный фланг на Торецком направлении, вот на направлении Пантелеймоновки, позавчера это у них был последний частичный успех на этом оперативном направлении. Далее произошла стабилизация, точнее купирование любых продвижений вражеских войск вглубь нашей обороны и сейчас линию фронта наши войска пытаются стабилизировать на Торецком оперативном направлении. Поэтому она остается за прошедшие сутки, линия фронта на Торецком направлении, без изменений. Покровское направление. Но она, как всегда, самая тяжелая и здесь нам не удается пока что решить проблему ползучего наступления рашистских войск. На Покровском направлении наши защитники отражали атаки противника, их было 37 атак. По всей линии фронта враг атаковал, это Воздвиженка, Новоалександровка, Калинова, Тимофеевка, Новоселовка Первая, Веселая, Волчья, Яснобродовка. Наибольшая концентрация вражеских атак была в районе Новоалександровки. Кстати, отвечу адептам русского мира о том, что где силы и где берет рашистская армия и где боеприпасы. Так вот, на Покровском направлении, вы же слушайте внимательно, я сказал, что на Покровском направлении, там безлимит для артиллерии, туда свозится основная часть или необходимая часть боеприпасов и туда свозится большая часть поступающего пополнения личного состава. Потому что никто не снимал с рашистского командования задачу выхода на административные границы Донецкой области. И поэтому вот эти вот направления, Краматорская, Покровская, Кураховская сейчас к этому присоединилась, Торецкое направление тоже, вот четыре направления. Кстати, об этом я сегодня расскажу более подробно. Американский институт изучения войны, они разобрались с этой проблемой, аналитики сделали выводы, почему рашистское командование, не жалея личного состава, проводит такие интенсивные атаки в Донецкой области, на всех оперативных направлениях в Донецкой области. Там все подробно вам разъясню. Досмотрите до следующего раздела. Как мы говорили ранее, точнее, враг пытается продвигаться вглубь нашей обороны, движется направлении, пытается упорно двигаться в направлении административной границы Донецкой области. Мы избрали тактику глухой обороны и в оборонительных боях пытаемся измотать противника, нанести ему максимальный ущерб. Почему? Потому что враг постоянно атакует, он на открытой местности, чаще всего атакует в пешем порядке, хотя, опять же, на одном направлении, подчеркиваю, враг предпринял такие две атаки за все время, вот за несколько последних месяцев это было две таких атаки, где они постарались применить большое количество техники, в результате чего, понеся потери, техника резко и быстро отступила на исходные рубежи. Больше таких атак, я думаю, в ближайшее время враговское командование вряд ли будет предпринимать, потому как техники все-таки недостаточно. Да, ее больше, чем у нас, у врага, так же, как и личного состава, больше, чем у нас, но для укомплектования, полного укомплектования расистских частей и подразделений этого количества явно не хватает. Ну и, соответственно, это влияет на боеспособность тех подразделений, которые проводят атаки. Так что, на Покровском направлении констатируем частичный успех врага, а в остальном, линия фронта, даже на таких горячих участках этого оперативного направления, как Новоалександровка, где была концентрация, наибольшая концентрация атак врага, линия фронта остается без изменений. Кураховское направление. Тут силы обороны отражали атаки. 14 атак. Немножко мы наблюдаем падение боевой активности вражеских войск, но, тем не менее, населенные пункты те же самые. Красногоровка, Константиновка, Нитайлова, Карловка, Просковеевка, где враг пытается продавить нашу оборону. Надо тоже здесь констатируем, что не все атаки удалось отбить нашим войскам, и враг имел частичный успех в районе Красногоровки. Точнее, в самой Красногоровке. Там идут уличные бои, и небольшая часть, несколько кварталов этого населенного пункта перешли под контроль рашистских войск. Но все равно мы контролируем северную часть населенного пункта, и продолжаем оказывать ожесточенное сопротивление и удерживаем часть населенного пункта Красногоровка еще под нашим контролем. На остальных участках Кураховского оперативного направления вражеские войска успеха не добились. Несмотря на такое количество атак, линия фронта на остальных участках остается без изменений. Времовское направление. Тут по противник совершил шесть штурмов наших позиций Старомлыновка в направлении Водянова и Константиновка. Но безрезультатные были штурмы для врага. Наша оборона, наши защитники не допустили потерь позиций на Времовском направлении, и линия фронта остается здесь без изменений. Ореховское направление. Тут оккупанты дальше пытаются тоже выбить силы обороны с позиций в районах Малой Токмачки, Работина и Новоандреевки. В общей сложности около восьми, семи точнее, штурмов было проведено расистскими войсками наших позиций, но все штурмы были безуспешными. И, кстати, здесь да, мы понимаем, что вот Работинский выступ, Работинский плацдарм, конечно же, очень хотелось бы его удержать, но я думаю, что я думаю, что рано или поздно, если раньше мы не измотаем вражеские войска в оборонительных боях, то вполне возможно, что враг может предпринять попытку срезать Работинский плацдарм. Сейчас они предпринимают попытки просто штурмом наших позиций, практически в лоб наших позиций. Они штурмуют, но никаких более крупных операций пока здесь не планируется. Даже несмотря на то, что в Запорожской области появилась информация во многих средствах, из разных источников, во многих средствах массовой информации о том, что на запорожском направлении враг якобы готовит, собирает силы и готовит какую-то крупную наступательную операцию. Так вот, наше Главное управление разведки дало разъяснение по поводу нахождения этих войск на оккупированной части Запорожской области. По данным нашей разведки, расистские оккупанты не планируют проводить новое большое наступление на юге страны. Враг проводит множество обманных маневров на фронте. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. По его словам, оккупанты пытаются проводить ротацию, поскольку у врага сохраняются большие потери среди личного состава. Кстати, вот то, о чем я говорю, что они постоянно ротируют войска, они перебрасывают уже части между оперативными направлениями. Где-то они снимают, где-то они добавляют, но потери довольно несут просто огромные. Также Юсов подчеркнул, что приоритетным направлением остается Донбасс для врага, но столкновение проходит практически по всей линии фронта. Мы можем говорить, что наиболее ожесточенные бои проходят именно на украинском Донбассе. Все остальное враг проводит много обманных маневров и действий, сказал Андрей Юсов. Кстати, про атакующие действия на других оперативных направлениях, кроме Донецкой области, именно об этом я буду рассказывать в анализе Американского института изучения войны. Остается у нас преднепровское направление. Тут оперативная обстановка без существенных изменений. В основном боевые столкновения свелись к позиционным боям, перестрелкам и обменам артиллерийскими авиационными ударами. Враг нанес авиаудар по району Тегинки. В общем, обстановка остается без изменений и наши плацдармы на Левом берегу и на островах продолжают сражаться. Далее идут у нас небоевые оперативные направления. Это Волынская и Полесская. Тут признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Ситуация находится под контролем силы обороны Украины. На границе Черниговской и Сумской областей тоже противник сохраняет военное присутствие, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории Рашизской Федерации. Мы ведем контрбатарейную борьбу с этими огневыми средствами и мы наносим авиационные, точнее, воздушные удары дронами по объектам инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность вражеских войск в этих приграничных областях, а именно в Курской и Брянской области. Так что мы не сидим сложа руки, а довольно существенно отвечаем. По огневым задачам наша авиация и ракетные войска и артиллерия сил обороны Украины нанесли три удара по районам сосредоточения личного состава вооружения и техники врага. А также поразили один район огневых позиций артиллерии противника, две радиолокационные станции и один зенитно-ракетный комплекс БУК. В общей сложности за прошедшие сутки потери рашистских захватчиков составили в личном составе 1210 оккупантов. Также наши воины обезвредили и повредили и вывели из строя и уничтожили точнее в технике и вооружении 11 танков боевых бронированных машин 24 единицы артиллерийских систем 45 единиц средств противовоздушной обороны 1 единица беспилотников оперативно-тактического уровня 53 единицы ракеты различного типа 1 единица автомобильной техники 86 единиц и специальной техники 3 единицы вот такие потери суммарно понес враг на всей линии фронта от Белгорода до Олешек и такая военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях на материковой части Украины но мы немножко разберем другие оперативные направления это Рашистская Федерация и украинский временно оккупированный Рашистами Крым по Крыму давайте сначала это удар который был нанесен 26 июля то есть вчера ночью когда мы атаковали аэродром Саки и другие военные объекты на территории нашего украинского Крыма теперь приходит информация как я вам и говорил еще несколько дней мы будем обсуждать этот удар во первых сейчас мы ждем информацию по аэродрому Саки предполагается что там могло находиться от 16 до 20 самолетов различного типа и Су-34 и Су-24 могли находиться и не зря туда прибыл состав с боеприпасами для авиации и мы этот состав уничтожили он сдетонировал поэтому сейчас ждем по аэродрому но вот уже осинтаналитики киберборошна есть такая команда расследователей они сообщили что по предварительным данным 26.07 в районе населенного пункта Щелковичная в оккупированном Крыму Украинском была накрыта позиция радиолокационной станции Небо-М редчайшая вещь для вооруженных сил Российской Федерации и довольно мощная радиостанция почему потому что она перекрывает практически все диапазоны ведет разведку дальность разведки обнаружения целей у нее 600 километров по высоте и по дальности по углу возвышения антенны 70 градусов и у нее несколько модулей которые работают в разных диапазонах и в принципе она может даже увидеть беспилотник такой вот более-менее средних размеров беспилотник она может заметить там на дальности до 200 километров поэтому находясь вот в Крыму смотрите если брать по карте находясь в Крыму 600 километров это получается что она видит практически всю линию фронта и соответственно наша авиация которая работает по переднему краю противника подходя к линии фронта попадает в зону видимости попадала в зону видимости этой радиолокационной станции если я не ошибаюсь ее стоимость там зашкаливает за 250 миллионов долларов так вот мы накрыли эту станцию насколько насколько мне известно по информации из разных источников в Крыму больше таких станций нет теперь надо Рашистской Федерации если еще остались в составе это уже не первая станция Небо-М которую мы уничтожили если они остались еще в составе Рашистских войск то надо снимать ее с территории РФ и опять тащить в Крым дело в том что видите на материковую часть Украины боятся ее ставить ближе к фронту потому что ну во первых у нее дальность позволяет чтобы не рисковать такой станции они ее спрятали в Крыму мы ее достали даже в Крыму так что практически она уничтожена с помощью ракет Атакмс насколько я понимаю в кассетном в кассетном варианте все эти модули были накрыты и и они уничтожены они не работоспособны и восстановлению сегодня не подлежат вот такой урожай и а теперь ждем по аэродрому Саки ну эшелон с боеприпасами мы знаем что он там сгорел сдетонировал местные жители об этом подробно все рассказали за что им отдельная благодарность что они так подробно все там изложили даже взрывы количество посчитали наших ракет по аэродрому теперь ждем по самолетам известия спутниковые снимки и все остальное но на этом как бы не заканчивается мы же продолжаем активные боевые действия на расширском оперативном направлении по территории и сегодня и сегодня 7 беспилотников атаковали Рязанскую народную республику ну Рязанскую область пока еще так назовем ее атакованный аэродром Дягилева это довольно очень важный аэродром на котором были сосредоточены самолеты Ту-22 М3 стратегические бомбардировщики это третий военный аэродром который был атакован за последние два дня то есть мы пошли работать также был атакован местный нефтеперегонный завод ну понятно что министерство убийства Рашистской Федерации утверждает что все сбито все дроны были сбиты но местные паблики как всегда написали и военкоры кстати написали о том что есть потери и в технике на аэродроме и выведены строя частично выведены строя нефтеперегонный завод так что ждем тоже разъяснения как всегда но придет чуть позже завтра послезавтра и я думаю мы в понедельник с вами уже обсудим обсудим результаты вот этих ночных атак по аэродрому Дягилева и по нефтеперегонному заводу непосредственно близости от этого аэродрома так же так же не могу не отметить что продолжается продолжается сражение я бы так уже это даже назвал потому что оно идет уже четвертые сутки практически идет мощнейшая кибератака наших кибервойск главного управления разведки Министерства обороны Украины на различные структуры в интернет пространстве Российской Федерации сегодня россияне не могут снять наличные в банках во многих я перечислял вчера там больше около десятка банков дальше кибератака на финсектор Российской Федерации усиливается то есть она не просто там продолжается она усиливается и атака на российский банков в атаке на российский банковский сектор задействованы финансирование вооруженной агрессии россии продолжается уже несколько дней подряд и набирает обороты к числу основных банковских учреждений россии вот которые вчера перечислял которым уже заблокированы онлайн сервисы то есть они легли и поднять их наши наши киберспецы не дают местным айтишникам присоединились брокерские приложения и банкоматы то есть теперь уже даже банкоматы парализовывается работа и сняют наличку есть уже проблема у граждан федерации так что так что это сражение продолжается сколько оно еще будет длиться мы я не знаю но судя потому что наше главное управление разведки заявляет об усилении атаки я думаю это это будет еще длиться какой-то определенный период времени ждем результатов ждем от наших от наших от наших разведчиков сообщений данных кому и кто на кого еще будет распространяться эта атака и насколько успешной она на сегодняшний день есть ну это что касается военной обстановки теперь немножко два слова буквально скажем о военно-политической обстановке которая происходит в Украине и вокруг нашей страны так вот армия России пытается добить по всему фронту чтобы не дать Украине перехватить инициативу считает институт изучения войны вот это главная причина что они готовы сжигать свой личный состав вот в этих бессмысленных атаках лобовых атаках на наши позиции только боясь того что если они перейдут сядут в глухую оборону контратакующие действия начнем проводить мы или пойдет дистанционная война а у нас по дистанционным средствам ну практически преимущества за исключением только авиации но авиацию мы можем подправить в плане в плане того что сейчас мы получаем еще получаем дополнительные средства противовоздушной обороны причем те которые нам сейчас надо это среднего радиуса действия чтобы сбивать российские самолеты которые будут подходить к линии фронта для сброса кабов мы знаем что дистанция там 10-20 километров они подходят почему потому что каб летит на 50-60 километров ну и они где-то если по переднему краю то они сбрасывают с дальности 50 километров если надо чуть в глубину то тогда сбрасывают как по Харьковской области они подходят там максимально близко чтобы сбросить как можно глубже в нашу этот кап долетел как можно глубже в нашу территорию так вот российские военные недавно расширили зону ответственности центральной группировки войск Донецкой области об этом пишет институт изучения войны американский прежней задачей группировки было действовать исключительно в качестве оперативных маневренных сил на Авдеевском направлении это вот как раз там где сейчас они пытаются организовать наступление ползучее наступление на Покровск это говорит о том что российское военное командование не считает возможным быстрый тактический успех в районе Авдеевки предполагают аналитики института то есть в Кремле точнее в генштабе Российской Федерации прекрасно понимает что никакого там обвала фронта и прорыва резкого прорыва в глубину нашей обороны быть не может а придется вот так продавливать оборону по сотням метров причем практически на каждую сотню метров укладывая не одну сотню личного состава в чем дело в уменьшающихся ресурсах или в неспособности именно центральной группировки войск совершить тактический прорыв пока что аналитики определиться не могут то есть и тот и тот и тот фактор влияет примерно одинаково и уменьшающиеся ресурсы и неспособность именно самой группировки группы войск центр совершить такой тактический или оперативно тактический прорыв однако теперь расширившийся район ответственности от юго-запада Донецка до Торецка будет отвлекать расширские ресурсы и живую силу от попыток продвинуться на северо-западе и с западе от Авдеевки то есть получается получается что там просто линия фронта идет не с севера на юг а с востока на запад она практически так чуть-чуть с севера-востока на юго-запад вот поэтому это говорит о том что Купенское Лиманское Северское направление может быть ослаблено для того чтобы усилить группу войск центр также Ореховское Гуляйпольское направление то есть Запорожская область тоже может быть ослаблено и кстати вот эта группировка войск о которой мы говорим в Запорожской области на временно оккупированной это скорее всего прибытие войск в район Мелитополя по той новой железной дороге которую запускает Рашистская Федерация мы о ней что-то перестали говорить хотя очень удивительно почему мы до сих пор не ударили ракетами по тем мостам мост через Кальмиус которые бы полностью парализовали движение поездов на этих железнодорожных ветках вот они подвозят то что они успевают там где-то собирать навербовать наконтрактить вот и подвозят в Запорожскую область а оттуда уже эти войска перемещаются на другие оперативные направления своим ходом совершая марш и усиливая группу войск центр видите все сосредотачивается на вот четырех этих оперативных направлениях Торецкая Краматорская Торецкая Краматорская Покровская и Кураховская вот Донецкая область это группа войск центр и причем для чего же это все делается институт изучения войны считает что российское командование пытается поддерживать постоянное наступательное давление по всему фронту ну мы видим что и на тех которые перечислил на восточных и на западных участках фронта это там в Луганской области и в Запорожской области враг пытается атаковать наши позиции пытается это нужно чтобы не позволить Украине перехватить инициативу на поле боя и для этого как раз нужно делать фронт более протяженным поэтому расисты готовы ложить личный состав уничтожать свой стачивать его в этих бессмысленных атаках только для того чтобы сохранить вид боевых действий наступательный насколько их еще хватит сказать трудно по разным оценкам генерал Буданов в своем интервью говорил что август месяц когда количество потерь превзойдет достигнет критической точки а их пополнение этих потерь не сможет покрывать ваканты которые возникают в этих самых в рядах расистских войск командующий национальной гвардии сказал что месяц полтора то есть где-то до сентября хотя я мне больше склонен верить генералу Буданову все-таки у нас главный разведчик в стране вот откуда информация у командующего национальной гвардии которая входит в состав Министерства внутренних дел ну очень очень трудно сказать ну пока примем к сведению эту информацию вот и я я бы предпочел опираться на все-таки на слова главного разведчика нашей страны вот такая вот ситуация вот именно поэтому это отвечаю вот на те все вопросы в комментариях что так есть резервы нет резервов нету оперативных резервов готовых сегодня вступить в бой нету просто везут личный состав которые навербовали наловили военкоматы причем по словам военнопленных особенно среди мобилизованных максимум две недели неделя две учебный центр одно учебное упражнение из автомата одно метание гранаты в эшелон и полный вперед на линию фронта вот вот такая там скорость поставок а так чтобы придать допустим там пол бригаду дивизию нет этого уже нету этих резервов уже нет уже вот те полки и те части которые есть на территории на оккупированных территориях Украины их постараются быстро 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 накидать туда хоть немного личного состава как правило укомплектованность составляет около 70% не более того по технике еще меньше по личному составу где-то 70% и сразу эта часть перебрасывается на то направление где они хотят усилить и поэтому сейчас вот почему еще месяц назад когда это начиналось летняя кампания летнее наступление которое мы так все ждали почему я высказывал и там тоже ряд аналитиков высказывали предположение что российское командование в эту летнюю кампанию идет ва-банк то есть все что есть надо бросить в бой с целью добиться максимального результата а там посмотрим как оно будет примерно так на русский авось но то что они идут ва-банк и сжигают свои свои ресурсы в этих бессмысленных сумасшедших атаках по всей линии фронта а в Донецкой области сосредотачивая наибольшие усилия ну посмотрим насколько их хватит далее если уже за океаном заметили на западе заметили что ресурс и неспособность точнее ресурс и боевые потенциалы войск уже неспособны на оперативно тактические на выполнение оперативно-тактических задач на поле боя только вот тактические шажочки маленькие в результате вот этих непрерывных атак с огромными потерями далее премьер-министр Индии Модди в августе может посетить Украину об этом приблизительно его его визит может состояться где-то в районе 23-го числа августа месяца у нас как раз накануне Дня Независимости Украины вот очень важный визит Модди был в Москве Российская Федерация пытается там втулить втулить как можно больше техники Индия сейчас прекратила закупки но тем не менее там разговоры шли и допустим разведсообщество InformNapalm они опубликовали слив расисты как всегда как всегда слили ну видимо либо за деньги либо там еще по каким-то мотивам слили проект точнее контракт между Индией и Рашистской Федерацией на покупку Индии комплексов С-400 у Рашистской Федерации на что вызвало недоумение у Соединенных Штатов и там начались разговоры о введении санкций против Индии потому как она помогает покупая вооружение помогает Рашистам поддерживать на плаву свой военно-промышленный комплекс хотя если индусы купят эти комплексы за рупи а потом запретят Рашистам эти рупи использовать то может быть даже станется и наоборот комплексы они отдадут хотя они их не сегодня не успевают производить практически не производят на сегодняшний день С-400 из-за санкций из-за проблем с закупками комплектующих как всегда импортозамещение осталось на бумаге и очень много компонентов которые надо закупать за пределами Рашистской Федерации которые Рашистская Федерация не самостоятельно не производит поэтому Индия очень важна нас Индия кстати не помогает нашей стране не присоединилась к санкциям против Рашистской Федерации а наоборот сохраняет с ней хорошие отношения и закупает по снизившимся ценам Рашистскую нефть вот за рупи то что я вам рассказывал поэтому в принципе Индия отказалась президент Зеленский пригласил МОДИ в телефонном разговоре плюс они дважды встречались лично на полях саммитов Большой Семерки и в Японии на саммите вот Индия не приняла участие в в этом саммите мира и не проявила инициативы в следующем саммите тоже поучаствовать поэтому было бы очень важно узнать лично позицию Индии и почему они так ведут себя и почему они поддерживают кстати Индия не захотела покупать СУ-57 назвав этот самолет пустышкой вот у них уже есть Су-35 как и говорили специалисты Су-57 это Су-35 в новом фюзеляже причем ну не совсем новом в советском новом фюзеляже скажем так потому что этот фюзеляж раздабатывался еще в Советском Союзе поэтому ждем что визит состоится и возможно Индия изменит свою позицию относительно многие кстати политики посетив Украину посмотрев на те зверства которые творит Российская Федерация в нашей стране в отношении инфраструктуры нашей страны как они разрушают школы больницы и жилые кварталы энергетическую инфраструктуру как они убивают с какой жестокостью и цинизмом и они убивают наших граждан особенно мирных граждан как они мародерствуют здесь на территории Украины многие западные политики меняли свою точку зрения может быть это же произойдет с Индией было бы очень неплохо будем надеяться ждем далее Майк Помпео предложил план действий в отношении вот смотрите ключевая фраза у нас сейчас разделась новость что якобы Майк Помпео опубликовал план Дональда Трампа мирный план в котором говорится что Трамп даст нам на 500 миллиардов ленд-лиза что Трамп там закончит войну как он и обещал даст нам кучу вооружения и будет вводить там еще более жесткие санкции против Российской Федерации но как выяснилось когда начали разбираться дело в том что Помпео никогда не был близок к Трампу да он занимал должность госсекретаря в пост главы госдепартамента Соединенных Штатов во время президентства Трампа но они не были особо близки и сегодня они не близки так вот когда открываешь первоисточник то есть американскую прессу там написано что бывший государственный секретарь США Майк Помпео предложил план действий в отношении Украины который по его мнению мог бы реализовать Дональд Трамп в случае своего возвращения в Белый дом все ключевая фраза это план Майка Помпео который мог бы реализовать Трамп если бы захотел Трамп никак вообще пропустил мимо ушей этот план и никак на него не отреагировал у Трампа сейчас другие эти самые страхи и риски потому что Камала Харрис довольно успешно стартовала скажу так что она очень сильно воодушевила избирателей демократической партии вот и Трамп видно что Трамп начал нервничать потому что пустился во всякие оскорбления оскорбления обвинения это всегда показывает слабость политика и говорит о том что политик очень боится поэтому Трамп как бы начал сел на свою любимую лошадку оскорблять и обвинять вот Камалу Харрис во всех там смертных грехах а американская пресса назвала это предвыборную кампанию борьба прокурора с уголовником или соревнования прокурора с уголовником вот так обозвали предвыборную кампанию которая разворачивается ну нам надо дождаться 1 августа когда будет закончено голосование по точнее пройдет голосование по кандидату от демократической партии и тогда уже Камалу Харрис будет официально признана кандидатом от демпартии на пост президента Соединенных Штатов так что план Помпео даже не заслуживает рассмотрения это это его личный личный план который как он считает мог бы реализовать Дональд Трамп не травим себе душу а продолжаем продолжаем сражаться продолжаем обороняться и отбиваться от расистского агрессора Далее Организация Объединенных Наций провела расследование США этот пресс сообщается ссылкой на данные свидетелей и доклад ООН что Россия организовала массовое убийство наших военнопленных в Еленовке под Донецком помните это трагедия там содержались азовцы те которые сложили оружие по приказу президента Украины они сложили оружие и вышли сдались на милость победителей но дальше что-то пошло не так потому что у нас была информация о том что их должны передать Украине то есть обменять но расистское командование отказалось их обменивать их поместили в колонии часть увезли на территорию Рашистской Федерации часть были подвергнуты судебным преследованиям и получили довольно большие сроки там за якобы терроризм то есть они там поиздевались над нашими пленными очень сильно и вот ООН провело расследование и в результате расследования было установлено что убитыми было более 50 попавших в плен военнослужащих и еще более 70 получили ранения в результате этого зверского и жестокого убийства что сделали кратко вам перескажу суть этого доклада ООН что сделала Рашистская Федерация они в этой Еленовской колонии там есть промзона она не рабочая это бывшее предприятие на котором работали зэки этой колонии они переместили часть наших пленных в одно из помещений на промзоне вот этой Еленовской колонии там условия содержания были жесточайшие там даже были кровати без матрасов и сказали им что они будут делать ремонт на этой промзоне далее произошло следующее охрана Рашистская охрана вырыла себе окопы то есть там раньше они патрулировали а тут вдруг они слезли с вышек вырыли окопы и зону охраны расширили то есть подальше дистанцировались от этого здания и в ночь на 29 июля 2022 года то есть два года назад нанесли удар реактивной артиллерии по этому зданию именно поэтому расширские охранники старались держаться подальше вырыли окопы для безопасности чтобы самим не попасть под свой огонь как говорят выжившие свидетели что утром приехали расширские военные которые привезли обломки ракеты хаймерс и раскидали их дальше были запущенные журналисты расширские которые начали это все фотографировать эти обломки фотографировали мы помним эти ржавые обломки которые за несколько часов обломки не ржавеют так быстро через несколько суток появляется ржавчина она в осколках и обломках во всяком случае ракет и реактивных боеприпасов вот свои конечно же они убрали вот ООН расследовала это все видите уже есть точные цифры есть показания свидетелей оставшихся в живых после этого и кстати они не стараются не именно поэтому те кто находился в Еленовке кто там выжил и те кто были в других бараках кстати никого там ремонта никто конечно же не проводил особенно после этого огневого налета все осталось в таком же полуразрушенном состоянии они просто хотели устроить вот это массовое убийство для того чтобы показать как бы дегуманизировать вооруженные силы Украины в плане того чтобы попытаться повесить вину за этот удар реактивной артиллерии на на вооруженные силы Украины слава богу комиссия при ООН дошла результатов я думаю что все эти материалы об организации там все подробно расписано есть просто много свидетелей там более более 100 свидетелей было опрошено все свидетельские показания зафиксированы фактически картина убийства наших военнопленных восстановлена по часам знают точные цифры это все будет приобщено к общему уголовному иску вот в тот спецтрибунал который сегодня формируется для осуждения Российской Федерации за военные преступления в нашей стране вот такая вот вот такая новость не совсем конечно хорошо хоть справедливость может быть восторжествует что это расследовано но опять же ООН проводит расследование представьте какой цинизм что ООН проводит расследование выявляет все факты подтверждает факт такого жесточайшего фашистского преступления и при этом ничего не делает с Российской Федерацией как членом Совета Безопасности постоянным членом а еще и имеющим право в это то есть даже не возникает вопрос каких-то ограничений действий Российской Федерации в составе ООН в составе Совбеза ООН я уже не говорю о праве вета на решение любых вопросов Совета Безопасности ООН ну вот такая вот такая у нас ситуация ну что ж а теперь несколько несколько в сообщении из-за поребрика что творится на болотах вчера в Российской Федерации отмечался день военно-морского флота обычно это были там празднества парады ну помню даже до 22-го года Путин приезжал в Крым на один из таких военно-морских парадов очень они любили в Севастополе проводить парад военно-морской кстати когда Путин там был там два пуска должно были быть с ракетных катеров оба были неудачными ракеты никуда не улетели попадали в воду и только рассмешили публику то есть в очередной раз облажались но сейчас вот в этом году а в этом году получилось такая что Черноморский флот остатки Черноморского флота покинули полностью территорию Крыма все крымские порты покинули на сегодняшний день то есть там уже некому проводить здание штаба Черноморского флота уничтожено не подлежит восстановлению вместе с узлом с правительственной связи то есть там нет штаб флота давно уехал то есть остался у них главный город Санкт-Петербург для проведения праздниц но в этом году кронштадтский элемент парада который должен был состояться 28 июля то есть завтра был отменен из соображений безопасности говорится разведотчете Министерства обороны Британии то есть британская разведка пересмотрела все документы получила все документы по подготовке празднования и опубликовала что парада не будет почему скажу что британский элемент объясню кронштадтский элемент парада что значит дело в том что в самом Санкт-Петербурге там очень маленькая часть порта выведена в военную базу там в основном это порт грузовой и нефтяной там большой терминал в услуге нефтеналивной второй по величине и второй вообще по численности в Российской Федерации один в Новороссийской один в Усть-Луге но относится к порту Санкт-Петербург а военная база со всеми катерами подводными лодками кораблями там и прочими судами обеспечения находится в Кронштадте и всегда из Кронштадта корабли приходили разводили мосты они заходили в него и выстраивались в Кельваторном строю на Неве и там проходили все эти празднества салюты и все все остальное так вот из Кронштадта приходил вот эта вот вся военная так называемая мощь Рашистской Федерации вот сейчас расскажу почему так говорю относительно мощи Рашистской Федерации так вот в этом году ничего этого не будет все сокращено никаких парадов военных никаких демонстраций никаких кораблей в Неве ничего не будет ну а в Крыму тем более потому что все все ушли по домам все ушли на территорию Рашистской Федерации наш украинский Крым сегодня вздохнул легче в результате отсутствия мы в 17-м году должны были выпереть этот флот ну тогда Янукович нам помешал приход в классе Януковича помешал выгнать Рашистский Флот из Севастополя и из Крыма в 17-м году заканчивался договор о пребывании Черноморского Флота РФ в Украинском Крыму ну теперь они ушли сами под нашим огневым натиском вот так вот скажем ну а по поводу псевдо оружия морских кораблей касательно или морского флота война морских сил Рашистской Федерации так правильно будет сказать почему потому что Рашистская Федерация отправила один фрегат на Кубу опять решили попугать там побряцать оружием помахать там ракетной дубиной отправили один фрегат на Кубу для очередной демонстрации перед Соединенными Штатами но фрегат не стреляющий голубь мира как называли в Советском Союзе корабли которые не могли выполнить боевую задачу из-за своего технического состояния этот фрегат не без ракет пошел пугать флот Соединенных Штатов который находится в Карибском в Карибском море или дислоцируется на берегах на берегах Карибского Карибского залива вот так что ну вот так вот они вроде как и фрегат вроде как и ракетный ну ракет нету пошел он порожняком дойдет не дойдет неизвестно но тем не менее пошел порожняком к берегам Кубы пугать американский военный флот ну и мем сейчас зачитаю из рашистских пабликов то есть из соцсетей Рашистской Федерации вернулась вернулась водная стихия и в Челябинской области прорвала очередную дамбу давно не было были весенние прорывы потом вроде как затишье а сейчас или опять грызуны прогрызли дамбу как сказал один из чиновников Рашистской Федерации но ее прорвало и затопило территорию так вот местные жители окрестили СВО расшифровали уже по-своему написали специальная водная операция на территории России возвращается так пишут в социальных сетях Рашистской Федерации Челябинская область местные жители сидят на крышах своих домов уровень воды просто огромен затоплены куча населенных пунктов и довольно большая территория в результате прорыва очередной дамбы ну спасать некому спасатели все на войне на фронте кого мобилизовали кто уехал в эмиграцию чтобы не мобилизовали так что ждут сидят на крышах местные жители и ждут когда же их кто-нибудь спасет ну и вишенкой на торте сегодня будет это распоряжение которое попало в сеть кстати опять же благодаря усилиям самих граждан Рашистской Федерации в сеть слили распоряжение московской милиции по Москве и Московской области издано распоряжение очистить Московскую область от черных черных взятых в кавычки и это распоряжение по словам источника говорят что будет контролироваться лично Путиным основная задача осветить Московскую область чтобы она не зачернялась иностранными гражданами вот такой обыкновенный фашизм фашистской Федерации что значит иностранными гражданами кого они считают может они считают азиатские страны которые приезжают на заработки в Москву может еще что-то ну вот московская милиция и полиция и полиция в Московской области получили такое распоряжение почистить осветлить Московскую область от ну не белых наверное людей скажем так то есть расовая дискриминация по по внешнему признаку явно явно налицо поэтому необыкновенный фашизм процветает фашистской федерации ну что ж вот такой сегодня получился обзор я благодарю вас за ваше внимание за ваше время что вы досмотрели до этого момента как всегда напоминаю приглашаю подписаться на мой канал тем кто еще не подписан а те кто смотрит это видео пожалуйста поставьте ему лайк тогда его смогут увидеть как можно большее количество людей также напоминаю что юридическая компания консультант ждет обращения военнослужащих и членов их семей для оказания юридической помощи в решении проблемных вопросов как в прохождении службы военнослужащими так и в финансовым выплатам военнослужащим и членам их семей реквизиты для обращения в эту компанию вы найдете в описании к этому видео первая консультация бесплатная дальше вы определяетесь сами продолжать решать проблемы с этой компанией или нет от себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем кто помогает моему каналу ну а мы с вами продолжим верить в силу обороны Украины перемога наша слава Украине хорьи украины